Здравствуйте! Я многократно говорил о том, что рынок нуждается хотя бы в неком подобии локального отскока. И вот, пожалуйста, в пятницу это произошло. Мы увидели еще до открытия американской сессии некую тенденцию к росту как единой европейской валюты, так и фунта. Причем по фунту это было более ярко выражено, как ни странно. И это несмотря на то, что макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах вышла действительно достаточно хорошей. Но даже когда был опубликован доклад Министерства труда Соединенных Штатов, доллар продолжал постепенно терять свои позиции. А что же у нас в этом самом докладе? Ну, понятно, уровень безработицы, как ожидалось, остался неизменным. Тут, в принципе, ничего удивительного и нового никто для себя не увидел. Интересные вещи стали происходить с количеством новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Да, с одной стороны, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону на 6 тысяч. С 390 тысяч до 384 тысяч. Ну, то есть, как бы ни о чем. Как было, так и осталось. А вот по итогам июня прогнозировалось создание 300 тысяч новых рабочих мест. А их оказалось 372 тысяч. И это указывает на то, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. То есть, занятость без конца растет. Хотя уровень безработицы, конечно, не находится сейчас еще на историческом минимуме. Но он очень близок к нему. Если мне не изменяет память, исторический минимум для Соединенных Штатов это что-то около 3,3 или 3,4%. То есть, мы крайне близки к этому. И данные по рынку туда указывают на то, что мы продолжаем двигаться в этом направлении. Безусловно, это достаточно хороший момент, который должен порадовать инвесторов и способствовать, наоборот, укреплению доллара. Но рынок был настолько перегрет, доллар настолько перекуплен, и уже настолько близок к паритету. То есть, тому, чего не было уже, черти знает, когда. Что, соответственно, плевали на эту статистику. Давайте хоть немного выпустим пар. И что мы видим сейчас? Ну, в общем-то, уже с открытия азиатской сессии. И евро, и фунт начали достаточно уверенно дешеветь. И, по сути дела, вернулись к минимумам пятницы. По крайней мере, евро уже близок к ним. И находится на этом уровне. Фунт пока что еще не дошел, но явно будет догонять единую европейскую валюту. С чем это связано? Да с тем, что, в общем-то, вот этот рост, который мы наблюдали, он лишь отскок. Он никак не обоснован какими-то реальными причинами или еще чем-то. У нас по-прежнему сохраняется та самая тенденция на укрепление доллара, вызванная все возрастающим диспаритетом процентных ставок. В Соединенных Штатах Федеральная резервная система будет продолжать повышать ставку рефинансирования. А вот что будет делать ЕЦБ? Ну, вроде тоже будет повышать. Но даже с учетом этих повышений, по итогам года, то есть вот в декабре, разрыв между процентными ставками в Европе и США будет даже больше, нежели сейчас. Поэтому, понятное дело, что доллар будет при прочих равных постоянно укрепляться по отношению к евро, а следовательно, и ко всем остальным, практически ко всем остальным валютам мира. В первую очередь, к фунту, конечно же. Как будут развиваться, как могут развиваться события в ближайшее время? Судя по всему, мы уже пытаемся пробить сейчас 1.01. И это событие, в общем-то, не за горами. И, по всей видимости, к заседанию ЕЦБ мы подойдем ближе к паритету. И вот тут, возможно, несколько сценариев. Если вдруг вот это укрепление доллара сейчас будет происходить более активно, и к заседанию, которое не за горами, евро опустится ниже паритета, или будет на нем находиться, и вследствие чего начнет как-то обеспокаиваться Соединенные Штаты Америки в различной форме. Там может выйти Байден что-то заявить, или могут выйти несколько сенаторов тоже что-то заявить. То тут вполне возможно, что ЕЦБ напряжется, что ой-ой-ой-ой, большие парни, они же на нас наезжать сейчас будут. И повысит ставку рефинансирования на 0.5%, а не 0.25%, как ожидается. Тогда мы увидим резкий скачок вверх, достаточно внушительный, где-то там на 300-400 пунктов, с учетом инерции определенной. А потом все обратно вернется к той же самой тенденции. Потому что, еще раз, даже с учетом самых оптимистичных планов по масштабам повышения процентной ставки в Европе, дисперитет будет только возрастать ближе к концу года. И, следовательно, доллар вновь будет укрепляться, то есть произойдет такая полноценная коррекция, и доллар будет довольно заметно в последующем расти после этого. И к концу года все равно вернуться либо к паритету, либо даже окажется чуть ниже. Что будет дальше, там это уже другие вопросы. Есть другой вариант, что мы все-таки не дойдем до паритета, мы будем близки к нему. Никакой формальной реакции страны Соединенных Штатов на это не последует. ЕЦБ, как ожидается, повысит на 0,25. Одно это уже спровоцирует все равно рост. Да, он будет не настолько сильным, то есть там 200-300 пунктов. Почему именно так? Ну, потому что вроде бы близки к психологическому уровню, да еще и ставку впервые за многие годы ЕЦБ повысил. Это достаточно существенно серьезный повод для такой довольно внушительной коррекции в любом случае. То есть вот этот отскок от паритета, он в любом случае произойдет в районе заседания ЕЦБ. И вопрос лишь только в том, насколько это окажется масштабным. То есть вот этот рост, он будет исчисляться там парой сотни пунктов или там тремя-четырьмя сотнями пунктов. Ну, а затем ситуация будет ровно такой же, как сейчас. То есть постепенное, полномерное укрепление доллара. И при любом раскладе мы все равно к концу года будем возвращаться, точнее подходить к паритету и, чем черт не шутит, возможно даже на конец года будет ниже единицы курса. Ровно точно так же будет вести себя фунт. Другое дело, что он будет подбираться там не к паритету, а где-то в район 1,18. И к концу года, скорее всего, где-то там. Может быть даже чуть ниже. Но движение графика будет ровно такими же, как у единой европейской валюты. Может быть только лишь последующий коррекционный отскок будет не столь масштабным. И дальнейшее снижение фунта будет носить чуть более такой сглаженный характер. Вот и все. Что у нас происходит с рублем? Ну, после достаточно резкого скачка, который в целом был необходим экономике, правда он недостаточен, и, конечно, самое противное здесь, это то, что он произошел достаточно резко. Желательно, чтобы подобные процессы происходили более сглаженно, более плавно. Мы сейчас поначалу наблюдали попытку некой стабилизации, а теперь вновь видим тенденцию на укрепление рубля при прочих рамках. Постепенно там уже пытаются к 60 подойти. А все дело в том, что, в общем-то, все те меры, факторы и те решения, которые в свое время способствовали фееричному укреплению рубля, они продолжают действовать. Их никто толком не отменял. Единственное послабление, это были отмены некоторых ограничений на перевод, или смягчение ограничений на переводы денежных средств за границу физическими лицами. По компаниям там все еще сложно достаточно. И это снижение ключевой ставки. Как мы видим, этих мер все равно не хватает. То есть рубль все равно возвращается к тенденции на укрепление. Тут сейчас очень многое зависит от Банка России. Его заседание, кстати, состоится уже на следующей неделе. Так вот, если Банк России не просто снизит ключевую ставку, но еще и заявит о дальнейших достаточно масштабных смягчениях монетарной политики и даст некоторые комментарии относительно различных ограничительных мер, планов по их отмене, срокам и тому подобное, актуализирует эту информацию и даже, может быть, несколько изменит календарь, потому что на данный момент часть ограничений должна быть отменена лишь в сентябре. Желательно, чтобы их все-таки отменили раньше. То вот на этом фоне, конечно же, рубль подешевеет, и мы, скорее всего, вернемся где-то сначала к 66, потом будем стабилизироваться в диапазоне 64-66. Какого-то радикального изменения ситуации не должно будет произойти, потому что снижение ключевой ставки – недостаточная мера. Тут есть много других факторов. При этом их накидывают еще. Достаточно вспомнить недавнее решение Министерства Минпромторга относительно перерасчета всех экспортных пошлин на сельхозпродукции и удобрения в рубли. Это тоже, кстати, фактор, который достаточно серьезно влияет на укрепление рубля. То есть дополнительно. А Банк России с этим что сделать не может. Это не в его полномочиях. То есть здесь еще вопрос к правительству и целому ряду министерств, которые принимают на данный момент решения, которые не своевременные. То есть решения это правильные, но не сейчас. Надо, чтобы ситуация немножко стабилизировалась, и потом постепенно их водить. А тут вы годами с этим ничего не делали, хотя к этому призывали, и тут бац! Давайте с копом сразу все накидывать. Не самый лучший вариант тоже, мягко говоря. Так что в среднесрочной перспективе, там в течение двух недель где-то, мы скорее всего сначала уйдем к 60, может быть даже мы уйдем ниже 60 рублей за доллар. А затем уже в конце следующей недели наметится движение в направлении 66, и скорее всего потом будет стабилизация 64-66. Где-то вот здесь. Это тоже для экономики пока что достаточно высокий курс рубля. Он должен быть несколько иным. Там хотя бы за 70. Это как минимум. Российский фондовый рынок. Ну, по большому счету он продолжаем лежать. В районе 2200 пунктов. Обратите внимание, что мы не видим уверенной тенденции и каких-то намерений и движения ниже 2200. Наоборот, мы чаще наблюдаем признаки и попытки уйти вверх от этого планки. То есть мы все еще лежим вот на этом дне. И 2200 это по всей видимости действительно стало такой опорной точкой, ниже которой мы если уйдем, то это будет лишь локальное явление. И с последующим восстановлением. Когда возобновится полноценный рост индекса, я так по-прежнему считаю, что это должно произойти в течение этого года. Другое дело, что мы скорее всего увидим, полноценно осознаем это, восстановим в своей массе, уже в лучшем случае к Новому году. А скорее всего уже даже после Нового года. Потому что это восстановление будет носить очень медленный поступательный характер. То есть здесь ситуация обрисовывается вот таким вот образом. Нефть. Ну, вроде бы сейчас она несколько снижается, но по большому счету мы наблюдаем за последнее время. Стабилизацию нефти где-то в районе 104 долларов за баррель. Или там, я бы сказал так, 104-105 долларов за баррель. Что здесь происходит? Рынок нефти находится в несколько подвешенном состоянии. Все прекрасно понимают, что уже в сентябре начнет ощущаться дефицит энергоносителей. В первую очередь за счет спада добычи. Особенно в России. Потому что часть оборудования отказываются ремонтировать, часть оборудования не поставляют. Так быстро заменить это оборудование на какое-то другое, российское или китайское, практически невозможно. Китайские компании, которые могут поставить подобный оборудование, достаточно крупные и серьезно интегрированы. И сильно взаимосвязаны с крупными западными компаниями, которые производят аналогичное оборудование. И для них подобные меры, подобные действия будут достаточно иметь серьезные последствия. Они могут потерять гораздо больше, чем приобрести от подобных сделок. Российские производители, учитывая, что в основном речь идет об оборудовании, которое они сейчас сами не производят, конечно, смогут заменить. Но это же даже вопрос не месяцев. Это вопрос не одного года. Потому что пока разобраться, что нужно. Составить ТЗ, выпустить первые опытные образцы, какую-то пробную партию, посмотреть, как это работает. Потом перезапустить производство, потому что надо проработать ошибки. То есть это такой серьезный процесс достаточно. И довольно трудный. Поэтому в России спад будет. А чем заместить вот это выбывающее производство, никто понятия не имеет. Потому что производственные мощности в большинстве стран мира работают на пределе. И вот все понимают, да, исходя из этого, что да, мы уже там в сентябре, в октябре можем столкнуться с достаточно осязаемым, явным, серьезным дефицитом энергоносителей. И к этому моменту еще прибавляется то, что страны Запада обсуждают вообще бредовейшую идею. А давайте-ка мы ограничим предельную цену российской нефти. Мол, они пусть покупают, продают только по 50 долларов при цене в 100 с лишним. Ну что, с дуба рухнули, что ли? Кто будет это продавать? То есть, естественно, что российские компании тут же перестанут продавать эту нефть. Они просто откажутся продавать ее. И для внутреннего рынка проблем не будет. Потому что объемы производства в целом в стране примерно в два раза выше, чем необходимы для внутреннего потребления. Никто не ожидает просадки производства в два раза. Достаточно даже процентов на 10, на 20, это уже будет катастрофой для мирового рынка, для мировой экономики. Уже даже этого достаточно. А максимум, вот самое жуткое, что я видел, это где-то треть падения. Ожидается. Ну это какие-то там уже фантастические сценарии, я так полагаю, будет гораздо меньше спад. Но даже если на треть, внутренний рынок полностью будет покрыт. Потому что в подобных условиях, когда вы нам там создаете всевозможные преграды, препоны, санкции вводите, мы вот можем позволить себе контракты с вами не выполнять, а вот на внутреннем рынке будем выполнять. Ну, все, разговор окончен. То есть, вот эта инициатива создания так называемого нефтяного картеля импортеров, она будет усугублять ту ситуацию, которая сейчас приближается. И вроде бы оба сценария, оба момента способствуют росту цен на нефть. Но из-за того, что никто не понимает, как именно это будет происходить, какие именно масштабы последствий могут быть, рынок сейчас как бы застыл на месте, потому что, а вот как? А что если мы сейчас переборщим? Что если вот этого не будет всего? Ну, в первую очередь, в плане ограничения цен. Поэтому рынок-то и стоит на месте. Инвесторы пока приглядываются, смотрят, что там делают, что думают, что обсуждают, что говорят. Это такой достаточно серьезный момент для многих. И пока эти моменты не разрешатся, не станет чуть более ясным масштабы будущих проблем, нефть, скорее всего, будет болтаться. Я бы даже сказал так, в районе 105 долларов. То есть 104, может быть, до 106 будем прыгать. Где-то вот в таком диапазоне. То есть рынок пока застыл в неком подобии ожидания. Но он готовится к последующему росту. С золотом формально все выглядит примерно точно так же. Даже более ярко выражен застой и топтание на месте в районе 1740 долларов за унцию. Но здесь готовится к другому. Не к росту, а к дальнейшему снижению. Сейчас очень многое зависит от того, как поведет себя Европейский Центральный Банк. Насколько именно он повысит процентную ставку. Это будет 0,25 или все-таки же 0,5. И какие планы он озвучит по поводу дальнейших повышений. В любом случае, рост процентных ставок не только в Соединенных Штатах, но еще и в Европе автоматически делает рынок золота, как часть рынка защитных активов, менее привлекательным, нежели рынок государственных облигаций. И поэтому еще больше капитала начнет уходить с этого рынка и перекладываться, например, в рынок европейских гособлигаций. Которые будут предлагать гораздо более интересную доходность. Тем более, что с начала года золото, в общем-то, демонстрирует отрицательную тенденцию. То есть, отрицательную доходность по факту. Поэтому оно сейчас малоинтересно. И рынок стоит и ждет ответов на вопросы относительно политики ЕЦБ. Как только они станут ясны, мы будем понимать, насколько сильным и масштабным будет движение в сторону снижения цен на золото. Понятное дело, что при таких раскладах даже 1700 не кажется чем-то таким фантастическим. Скорее всего, мы вполне возможно в течение нескольких месяцев уйдем ниже, чем 1700. Естественно, при достижении 1700, учитывая, что при достижении 1800 мы не увидели какого-то внушительного заметного скачка вверх. То есть, коррекционного движения. При достижении 1700 мы, скорее всего, увидим это движение. Там будет довольно внушительный отскок. Но затем опять будет процесс движения в сторону данной отметки. И поэтому я говорю, что в течение нескольких месяцев мы можем пробить 1700. Пробить именно с тем, чтобы закрепиться ниже этого уровня. Так-то мы, я так полагаю, вполне даже в течение двух-трех недель увидим отметку ниже, чем 1700. Но на короткое промежуток времени, не более того. Вот такие вот у нас получаются дела. На этом у меня на данный момент все. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, конечно же, пишите. Не стесняйтесь. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам всего наилучшего. Мира. И до новых встреч. Продолжение следует...